Одно из полей фермера Александра Белюкова в этом году планирует засеять его ячменем. Говорит, уже распределил культуры на все свои площади, а их в хозяйстве полторы тысячи гектаров. Ничего не скрывает, привык работать честно, а потому проверок не боится. Наоборот, считает, должен быть строгий контроль в сфере сельскохозяйственного землепользования. Зачем скрывать? Если взял землю, значит, надо с ней работать, ее надо обрабатывать. А просто взять так, ну как есть там, набрали земли, скупили землю и думают, что дальше с ней делать, кому ее отдать. Есть и такие же у нас люди. Поэтому, чтобы все было честно и по закону, в Саратовской области уже запустили пилотный проект. Вводят в работу так называемую ГИС, географическую информационную систему. Так это выглядит на мониторе компьютера. Единая карта всех полей и информация. Оформлен или нет участок, кому принадлежит, кто его обрабатывает, что на нем выращивают, насколько плодородная почва. Делается это при помощи космических снимков высокой точности от 2 до 6 метров. Мы будем видеть не только цифры, которые даются из разных источников, общие цифры, но и конкретное приземление этих цифр на конкретные участки. Вот кусок земли, который визуально не зарегистрирован. Если мы сейчас приблизим это место, совершенно очевидно, что мы имеем здесь обрабатываемые поля, потому что они черные, имеют четкие границы, но поля не оформлены, не поставлены на кадастровый учет. Вот дыры муниципального бюджета. И таких примеров по области достаточно много. Это и чрезмерные посевы подсолнечника, которые больше всего истощают почву, и заброшенные поля, одним словом, все то, что остается в тени, и при этом приносит нечестному предпринимателю или фермеру неплохие дивиденды. Так в Питерском районе в селе Новотолка выявили случай, когда собственники земли не могли оформить свои участки, а в это время находчивый предприниматель в прямом смысле зарабатывал на их полях. А почему он ее обрабатывает, почему он получает доход, он с этого дохода ничего не платит, и вроде как тишь гладь и божья благодать. Это тоже неправильно. Да, и это вопрос уже, наверное, к определенным органам, которые должны этим заниматься. А почему он это делает? Такой мощный инструмент для эффективного управления в сфере землепользования, который позволит вести более честную и грамотную работу, сохранять плодородие почвы и с года в год получать достойный урожай. Екатерина Заграничная, Дмитрий Соколов, Александр Питченко, ТВ-центр Саратов.